Я ученый, научный сотрудник, биолог, и я занимаюсь молекулярной эволюцией. Обычно, когда людям говорят, произносят слово эволюция, они представляют себе что-нибудь вот такое, как на этой карикатуре из Нью-Йорка, что-нибудь такое очень-очень медленное, какой-нибудь такой процесс, который тянется в течение миллиардов или миллионов, по крайней мере, лет. Вот здесь вот одна рыба выходит на сушу и говорит другой рыбе, ну сколько можно терпеть, как же медленно тянется эволюция. Я сегодня буду рассказывать про эволюцию совершенно другую. Я буду рассказывать про эволюцию, которая происходит очень быстро. Она происходит на масштабе существования человека, она происходит на масштабе примерно веков, иногда она происходит на масштабе десятилетий или даже отдельных лет. В конце концов, мы придем к системе, которая эволюционирует необычайно быстро и каждый год подкидывает нам что-нибудь новенькое. Вот такие вот системы есть. И я попытаюсь вам доказать, что эволюция это не что-то, не какое-то такое вот дела давно минувших лет, а это что-то, имеющее самое непосредственное, самое прямое отношение к нашей с вами повседневной жизни. И более того, имеющее самое немаленькое практическое значение. И я сказал, что я молекулярный эволюционист. Я занимаюсь не эволюцией фенотипов, не эволюцией каких-то сложных объектов. Есть люди, которые занимаются такими вопросами, например, как какое-то отверстие в черепе у предковых рептилий переместилось и дало какое-то другое соответствующее ему отверстие в черепе у млекопитающих. Вот я занимаюсь не такими вещами. Значит, это эволюционная морфология. Бывают эволюционные биохимики, которые смотрят, как в эволюции изменялись какие-то определенные молекулы белков. Я смотрю, как изменяется последовательность нуклеотидов, который в конечном счете... Это тот уровень, на котором в конечном счете эволюция происходит. Как изменяются последовательности ДНК и РНК. И как вы знаете, наверное, уже ДНК и РНК, в нашем случае ДНК, это то, в чем закодирована вся наша генетическая информация. Если мы полностью скопируем нашу молекулу ДНК и вставим ее в другую клетку и вырастим из этой клетки нового индивида, то получится наш близнец. Получится особь генетически нам идентичный. То есть вся генетическая информация, которая в нас содержится, она на молекуле ДНК записывается. Слева нарисованы молекулы ДНК. И как вы, может быть, тоже знаете, понятием центральной дубной молекулярной биологии кто-нибудь слышал? Вот есть ДНК, РНК и белок. Кто-нибудь знает, в каком отношении друг к другу они находятся? Как в клетке передается генетическая информация? Вот меня уже есть на друга. Да, пожалуйста. Информация передается от ДНК к РНК. РНК на белок. Молекулярная биология. Информация передается ровно вот в этом направлении. Но надо вспомнить, что белки — это те молекулы, которые определяют наши с вами свойства. Вообще говоря, по большей части наш с вами организм, структурные единицы, из которых состоит наш организм, — это белки. Изменением молекул белков можно получать самые разные от организма. И поскольку на молекулах ДНК закодировано, какие именно белки получаются, то, соответственно, изменением молекулы ДНК можно получать разные от организма. Можно, изменяя постепенно нашу ДНК, или, там, скажем, ДНК какого-нибудь примитивного организма, в принципе, можно, и ровно это произошло в процессе эволюции в течение очень долгих времен, можно вырастить из... Можно сэволюционировать какие-то гораздо более сложные организмы. Мора, или пчелу, или червяка, или нас с вами. Информация передается вот таким вот путем. Слева нарисована молекула ДНК, посредине РНК, и в конце белок. Когда мы занимаемся молекулярной биологией, молекулярной эволюцией, мы часто пытаемся упростить свою задачу, насколько это возможно. Вообще, в науке очень важно, насколько возможно упростить объект, с которым ты имеешь дело. И самый простой уровень, на котором можно об этом думать, это следующий. Мы можем представлять ДНК просто как текст, написанный на некотором алфавите. Сколько в этом алфавите букв? Четыре буквы совершенно верно. А, С, Г, и Т. И, значит, это такой длинный-длинный текст. Кто знает, сколько букв таких вот в нашей с вами ДНК, в нашем с вами геноме? Несколько тысяч. Другие варианты? Больше миллиона. Еще варианты? 200 миллионов. Уже ближе. Да. На самом деле, 3,5 миллиарда. Для сравнения, в 200 миллионах тоже бывают такие геномы. В других видах бывает нуклеотидов меньше. Бывают, впрочем, виды, в которых в геноме нуклеотидов больше. Например, у такого модельного растения, резуховидка талия, примерно в два раза длиннее геном, чем у нас с вами. Что, конечно, может быть обидно. Тем не менее, 3,5 миллиарда это тоже совсем не мало. Для сравнения, кто читал «Войну и мир», «Войну и мир» и «Льва Толстого» 3 миллиона буквы, приблизительно. То есть, примерно в тысячу раз меньше. Сегодня мы с вами будем говорить о изменениях вот этого самого текста. Очень длинного текста, длиной в 3 миллиарда букв. На самом деле, мы с вами будем говорить не только о его изменениях, но о скоординированных с ним изменениях текстов, таких же геномов, генетического материала, других видов. Которые в основном, эти тексты у других видов гораздо короче. Они имеют длинные порядка десятков тысяч нуклеотидов, букв. И из-за чего происходят эти изменения? Ну, на самом деле, существует несколько механизмов, но основной интересующий нас механизм, открыл Чарльз Даргеном, догадался, что этот механизм очень важен. Этот механизм называется естественный отбор. И, на самом деле, идея естественного отбора уже роста, она формулируется очень кратко. Если у нас есть какие-то отдельные объекты, особи, и если между ними существуют различия, которые наследуются, то есть это значит, что то, какой вариант имеет один объект, определяет то, какой вариант будет иметь его потомок. Какой признак имеет родитель, такой же признак будет иметь его потомок. То есть, если эти различия наследуются, и, кроме того, различия влияют на число оставленных потомков, с одним вариантом потомков будет больше, с другим вариантом потомков будет меньше, то тогда будет действовать естественный отбор. Это определение естественного отбора, тогда те особи, генотипы которых соответствуют большему числу вариантов, такие генотипы будут распространяться в популяции, а те генотипы, которые соответствуют меньшему числу потомков, даваемых, те будут с популяции выбирать. Если вы оставляете больше потомков, вы с популяцией распространяете. Идея очень простая. И оказывается, что это очень мощный механизм эволюции. Нам понадобится два еще определения, значит, есть слово приспособленность. И приспособленностью мы с вами просто будем считать число, называть число потомков, которые особь с данным генотипом оставляет в данных условиях среды. И кроме того, у нас могут быть в ДНК мутации, изменения. И некоторые из этих изменений могут быть адаптацией. Они могут делать нас более приспособленными. То есть в результате этих изменений мы будем оставлять большее число потомков. В первую часть лекции мы с вами поговорим о эволюции, которая происходит в популяции человека. На самом деле человеческая популяция удивительным образом продолжает эволюционировать и сейчас. Все знают, что этот человек возник в результате эволюции общего предка человека и шимпанзе. Самое недавнее эволюционное такое макроэволюционное событие, которое было. Самый ближайший к нам вид это шимпанзе. Мы разошлись от линии, значит, линия человека отошла от линии шимпанзе приблизительно 8 миллионов лет назад. Но эволюция совсем не остановилась. Но опять-таки многие знают, что у нас после этого увеличивался размер головного мозга. Мозг у нас увеличился приблизительно в 4 раза. Но этим тоже дело отнюдь не исчерпывается. Давайте посмотрим, можем ли мы найти какие-нибудь следы эволюции в нашем собственном геноме, которое происходило совсем недавно. Оказывается, что можем. Я немножко позже расскажу, как это делается. Но давайте посмотрим на то, что получается. Один из генов, который, как оказывается, очень быстро изменялся в человеческой линии за последние буквально несколько тысяч лет, был ген белка, который называется лактаза. Ген, кодирующий этот белок. Этот белок отвечает за этот фермент, который отвечает за расщепление сахара молока, лактоза. И, значит, позволяет этот сахар молока переваривать. Примерно 10 тысяч лет назад в нескольких разных местах в человеческой популяции возникла мутация, которая изменила этот ген. Каким образом она его изменила? Она не изменила саму последовательность этого фермента, она не изменила свойства этого белка. Это была мутация регуляторная. Вы, знаете, говорили про регуляторные мутации, что не слышали? Нет, не слышали ничего. Бывают мутации, которые изменяют свойства белка, а бывают мутации, которые изменяют то, когда этот ген, и в каких условиях этот ген включается или выключается. Вот благодаря этой мутации этот ген начал работать в течение всей нашей жизни. У млекопитающих, у большинства, ген лактазы работают только во младенческом возрасте. И понятно почему. Потому что синтез каждого фермента – это, в общем, довольно такой дорогой процесс. Мы не будем синтезировать, не стоит синтезировать фермент, который нам не нужен в организме. А когда большинство млекопитающих встречается с молоком, и испытывает необходимость расщеплять белки молока? Ну, во младенческом возрасте, когда он питается молоком матери. Большинство млекопитающих молоком матери во взрослом возрасте не питается, и поэтому экспрессия этого гена выключается. Теперь, 10 тысяч лет назад, в нескольких человеческих популяциях случилась мутация независимая. И эта мутация была подхвачена естественным отбором и распространилась по соответствующим популяциям. Из-за которой этот ген начал работать всю жизнь. В результате большинство из нас может переваривать белки молока, значит, вот этот белок молока, эффективно до самой старости. Как вы думаете, что произошло такое 10 тысяч лет назад приблизительно? Из-за чего эта мутация вдруг стала полезна? Пока вы думаете, я вам расскажу, что вот здесь нарисовано, что она произошла независимо в Центральной Европе, совершенно независимый вариант мутационный, но имеющий те же самые свойства, возник в Центральной Африке, и еще один в Юго-Восточной Азии, и еще один на Ближнем Востоке. Как вы думаете, почему эта мутация вдруг стала полезна? Скотовоз. Скотовоз. Блестяще. Действительно, 10 тысяч лет назад это то время, когда человечество интенсивно занималось домашниванием. И действительно, это то время, когда появилась животновозность. По-видимому, особенно в условиях, когда у вас не хватает каких-нибудь других ресурсов, если у вас есть при этом корова или коза, то ваша способность переваривать молоко, вашу способность выжить очень сильно повышает. Если у вас голод, то тогда, конечно, молоко переваривать полезно. Значит, вот этот пример мутации, которая была подхвачена естественным отбором, которая была полезна, совсем, вообще говоря, недавно, 10 тысяч лет назад, это уже, в общем-таки, вполне времена, по которым люди скорее думают как не про полиэнкологическое, а как про археологическое. И вот мы можем посмотреть на разные мутации, по которым мы тоже знаем, что они полезны, которые происходили в разных человеческих, так сказать, подпопуляциях. Здесь так нарисовано, как будто три отдельно эволюционирующие линии человеческие. Одна ведет к Африке, вторая ведет к Азии, и третья ведет к Европе. На самом деле, конечно, это не так, эти все линии сильно перемешаны, но, тем не менее, в каждой из них были свои тоже собственные мутации, которые были полезны в данных условиях. Ну, например, у европейцев и у азианов, я ее сейчас здесь не вижу, а вот, например, у европейцев произошло несколько мутаций, которые сделали нашу кожу светлого цвета. Исходно здесь, 100 тысяч лет назад, наша кожа была темной. Почему-то, не до конца понятно, почему, хотя есть загадки, светлая кожа была более полезной. Мы можем сделать формальный тест на естественный отбор, используя данное ДНК, и увидеть, что действительно эта мутация распространялась в геноме очень быстро, и значит, она была полезна. Ну, вот, например, у азианов, живущих в непальцев, есть специальная мутация, обеспечивающая им приспособленность к жизни на больших высотах, в условиях разреженного кислорода. По-моему, там даже в самом гемоглобине и в прочих других белках, в частности, связанных с тем, насколько интенсивно удается захватывать кислород, как он в условиях разреженной атмосферы. Несколько таких генов мутировало, и значит, мутация такие происходила. Вот мутации устойчивости к лактозе, про которую я говорил. Значит, были в Африке отдельные мутации, которые тоже были полезны, которые давали устойчивость к малярии, ну и так далее. То есть, некоторое количество таких случаев полезных мутаций в человеческой недавней, совсем недавней эволюции известно. Как вообще можно узнать, что какая-то мутация была полезна? Давайте мы возьмем, сделаем то, что делают молекулярные эволюционисты каждый день. Вот мы можем взять две последовательности, например, аминокислотные. Вот это две аминокислотные последовательности двух разных белков. Вот это белок человека, а это гомологичный ему, то есть тот же самый белок у шимпанзе. И здесь каждая аминокислота из 20 аминокислот закодирована своей собственной буквой. То есть, есть такой двадцатибуквенный кофе. И, как видите, я сказал, что этот белок тот же самый, и он в основном совпадает. То есть, здесь вот есть зеленые буквы, которые соответствуют нам. Зеленые буквы — это совпадающие буквы между человеком и шимпанзе. Не такие вот вертикальные палочки. Но некоторые буквы отличаются. И они красным обозначены. Вот здесь вот аспарагин, а здесь аспарат. у человека и шимпанзе, соответственно. Давайте посмотрим, как вообще устроены разные белки в этом смысле. Вот это, значит, так же мы сравнили два разных белка. Вот это белок актин, который, наверное, многие слышали. Оказывается, что актин просто в точности совпадает между человеком и шимпанзе. Здесь нет ни одного различия. Это кажется удивительным, но, на самом деле, примерно половина белков человека в точности идентичны соответствующим им белкам шимпанзе. Просто потому, что генетическая информация у человека и шимпанзе настолько похожа. Если мы посмотрим на нуклеотидную последовательность, то на 99% нуклеотиды будут совпадать между человеком и шимпанзе. Только 1%, 1% от 3 миллиардов, это значит 30 миллионов. 30 миллионов нуклеотидов различаются между человеком и шимпанзе. На самом деле, большой интересный вопрос, это какие из этих отличий и сколько из этих отличий, это просто какое-то случайное изменение, а какие из этих отличий делают нас именно человеком? И сколько из этих отличий? Мы даже приблизительно не знаем ответа на этот вопрос. Явно не 30 миллионов, но миллион или 100 тысяч, или 10 тысяч, или тысяча даже, возможно, мы этого просто не знаем. Это область, которую сейчас ученые интенсивно исследуют. Но давайте посмотрим на этот второй белок. Торсина совсем другая. Здесь красного стало, это тоже сравнение человеку и шимпанзе, но красного стало гораздо больше, и вертикальных линий гораздо меньше. Этот белок между человеком и шимпанзе очень сильно отличается. И можно формально показать, что он отличается сильнее, чем мы бы ожидали в результате просто накопления случайных мутаций. Это значит, что эти мутации, которые здесь накапливались, неспроста. Они были для чего-то полезны. Как говорят эволюционисты, они находились под действием положительного отбора, то есть отбора, направленного на изменение последовательности. Делаем такую процедуру. Мы возьмем весь геном, все 20 тысяч генов, которые у нас в нашем геноме имеются, каждому из них сопоставим соответствующий ген шимпанзе, и посмотрим, какие гены отличаются сильнее всего. Наверное, это будут те самые гены, которые делают нас человеком. Потому что это те гены, которые должны были в нашей линии сильнее всего измениться. Ну и какие гены, как вы думаете, мы таким образом найдем? Какие гены сильнее всего изменились в человеке? Гены какие-то мозга. Ну и мы не знаем, какие-то гены, которые проявляются в мозгу, экспрессируются, как говорится, в мозгу. Ну казалось бы, чем мы отличаемся в шимпанзе? Мы отличаемся мозгом. Да, кто? Еще о строении всталки мы говорим, что можно подключать в шимпанзе? Остроение всталки мы говорим, да, отлично. Остроение всталки мы можем думать, сколько я хотела. Остроение всталки, да, прямохождение. Относительно. Очень хорошо. Ну и просто размер головного мозга, просто у нас еще гораздо больше, и это тоже должно как влиять на размер черепа, да? Конечно, казалось бы, мы должны найти вот кучу таких вот генов, связанных с такими морфологическими отличиями. А ничего подобного. Смотрите, что получается. Это из статьи, посвященной как раз этому вопросу, где люди искали гены, которые сильнее всего отличаются, и смотрели, какие категории, какие функции биологические среди этих генов перепредставлены. То есть встречаются чаще, чем мы ожидали. И оказывается, что на первом месте у нас иммунитет и защита организма. На втором месте Т-клеточный иммунитет. И какой-то еще иммунитет, шиктоферонный иммунитет, то есть Т-клеточный иммунитет. То есть здесь вот такими темно-красными стрелочками обозначены все гены. Это вот категории, которые сильнее всего перепредставлены. И такими стрелочками обозначены те категории, которые связаны с иммунитетом. Что происходит? Чему-то ужасно быстро в человеческой линии эволюционировали гены иммунитет. Давайте подумаем, может быть, смотрим вот на что. Является ли это каким-нибудь особенным отличительным свойством человека? Вот это две рыбы из африканского озера, по-моему, Малавия, которые относятся к такой группе рыб-эциклиды. Они очень быстро видообразовывались. В них вообще много всего примечательного. Но нас сейчас интересует то, что это достаточно близкие два. Тем не менее, вот здесь вот я смотрю, то есть вот здесь вот много разных гидов эфриканных рыб, и я смотрю на ген, связанный с иммунитетом. Это гамол от того же самого гена, про который я говорил вот здесь вот, и буду еще говорить. Это называется HLA. Он связан с иммунитетом. Оказывается, что между этими двумя рыбами этот ген, связанный с иммунитетом, тоже очень быстро изменялся. То есть то, что иммунные гены очень быстро изменяются, это не какое-то отличительное свойство человека. Мы смотрим на совершенно два других вида, и на самом деле, если мы посмотрим на какие угодно почти что виды, у которых есть адаптивная иммунная система, да даже и не адаптивная, все время будет оказываться, что гены, извлеченные в иммунитет, изменяются очень быстро. В чем тут дело? Есть ли какие-нибудь идеи? Почему иммунитеты гены быстро мутируют? Генцы и больные не быстро мутируют. Ровно в этом дело. Что значит, что ген все время очень быстро изменяется? Это значит, что ему нужно непрерывно приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. Какие условия среды, которыми имеет дело человек, изменяются быстрее всего? Это вовсе даже не загрязнение, как я тут кто-то говорил, или не глобальное потепление, это давление патогенов, давление вирусов и микроорганизмов на наш организм. Мы все время сталкиваемся все с новыми и новыми штаммами, вариантами патогенов, значит, микроорганизмов, которые нас пытаются инфицировать. И нам все время снова и снова нужно к ним приспосабливаться. Почему мы все время сталкиваемся все с новыми и новыми вариантами? Потому что они тоже эволюционируются. Они тоже непрерывно изменяются. Теперь про эволюцию, которая происходит внутри нас. Мне хочется поговорить про эволюцию вирусов и мобильных элементов, потом про эволюцию бактерий, устойчивость к антибиотикам, и про то, что рак это тоже эволюционный процесс. Как вообще возникает новое инфекционное заболевание? Вот сейчас в новостях можно слышать часто про возникновение каких-то новых инфекций, и часто оказывается, что те инфекции, которые возникают, это инфекции действительно новые. Была статипичная пневмония, большой испуг вызвала несколько лет назад, которая была действительно совершенно новой для человеческой популяции. Все говорят про... Все больше всего боятся не того, что как-то изменится человеческий гриф, а все больше всего боятся какого гриба? Птичьего? Свиного? Значит, такие вот слова больше всего на слуху. И действительно, человеческая популяция непрерывно находится под давлением патогенов, которые находятся во всех остальных видах, с которыми человек взаимодействует. Каждый там в свиньях есть свой собственный набор вирусов гриппа, в птицах есть свой собственный набор вирусов гриппа. Они все время как-то изменяются, как-то мутируют, и человек все время, вообще говоря, взаимодействует с птицами и свиньями. И если для каждого патогена, для каждой частицы вируса гриппа, который находится, например, в свиньях, если она бы научилась инфицировать человека, я бы условно говорю научилась, на самом деле я, естественно, имею в виду, если бы она мутировала таким образом, чтобы стать способной инфицировать человека и после этого распространяться в человеческой популяции, это было бы для нее огромное конкурентое преимущество. Естественно, естественный отбор такой мутации бы способен. Но проблема для вируса и радость для нас в том, что это довольно сложно. И все время, на самом деле, заражения, новые вирусные частицы попадают в людей из других организмов непрерывно. Но, как правило, они немедленно там погибают, по той причине, ну, в общем, не могут дальше размножаться, по той причине, что, значит, условия в человеческом организме совсем другие, чем там свиньях или птицах, откуда они взялись. Некоторые из них становятся способными там передаваться ограниченное число раз между людьми, но после этого все равно вся эта популяция вымирает. И только редко-редко вирус, попавший в популяцию человека, приобретает какую-то мутацию или чаще набор мутаций, которая позволяет ему в человеческой популяции распространяться. И тогда в человечестве может случиться новая пандемия, новая эпидемия, нового, совершенно нового для человечества заболевания, с которым человечество ни разу до этого не встречалось. Описывает этот процесс. Сундаментальная эпидемиологическая постоянная, так называемая, она обозначается буквой R нулевой. Это то, в скольких новых индивидов, например, я заражу, будущее инфицирован сам, в среднем. Если я в среднем заражу, когда сам заразился, если я в среднем заражу меньше, чем одного индивида, другого, то тогда эпидемия будет постепенно идти на спад. Если я буду заражать больше, чем одного индивида, даже совсем немножко, в среднем 1,1 индивида, то тогда эпидемия будет распространяться лавинообразно. Я сначала поговорю про ВИЧ, а потом поговорю про грипп. ВИЧ, это, как известно, чума 20-го, но и 21-го тоже века. Глобально сейчас в мире примерно 0,6% популяции ВИЧ-инфицирована. И это число очень сильно различается между разными странами. Здесь вот разными цветами показаны страны, в которых больше или меньше доли ВИЧ-инфицированных. Чем краснее здесь цвет, тем большая доля ВИЧ-инфицированных здесь живет. Ну и видно, что, например, где-то на люди в Ботсване, в ЮАР, там ситуация совсем уже зашкальная, там десятки процентов популяции ВИЧ-положительные. В России приблизительно 2% популяции ВИЧ-положительные, но скорость роста этого процесса, скорость роста ВИЧ-инфицированных, в России самая большая в мире. Мы в этом смысле рекорд сминаем. И когда ВИЧ был описан в 80-х годах, была очень большая надежда, и такой оптимизм всеобщий, что удастся очень быстро создать вакцину от ВИЧ. Но это было основано на том, что недавно были успешно созданы вакцины рекомендантные гепатиты. И было много, и сейчас продолжается много усилий в этом направлении. В конце 90-х, по-моему, годов вакцина успешно прошла клинические испытания. Первая и вторая фазы, так называемая, в которых показывается, что вакцина вредит сначала на животных, потом на маленькой популяции людей, потом на большой популяции людей. Но еще перед тем, как испытывать эту вакцину в так называемой третьей фазе клинических испытаний, в которой показывается, что она, собственно, полезна, она, собственно, дает защиту, оказалось, что эта вакцина не защищает не только от ВИЧ, который находится, например, у какого-нибудь другого пациента, она также не защищает от тех вирусовых частиц, которые взяты из того же самого пациента, на основании которого была создана эта вакцина, но просто спустя несколько месяцев. То есть, другими словами, эта вакцина никакая не вакцина, никакой защиты она не дает. Дело в том, что вирус очень быстро революционирует, очень быстро изменяется даже внутри одного индивида, одного единственного пациента. Ну и методами молекулярной эволюции мы можем довольно много всего понять, например, про историю ВИЧ. Мы можем взять последовательности вируса иммунодефицита человека, разная из человеческой популяции, и сравнить их, например, с вирусом иммунодефицита обезьян. Который у многих обезьян, например, у шимпанзе имеется. И построить такое вот большое эволюционное дерево. На этом дереве рядышком друг с другом будут те последовательности, которые похожи друг на друга. И по порядку удетвления вот на этом дереве сможем сказать, кто от кого произошел. И оказывается, смотрите, что вот здесь вот эти вот все последовательности, которые называются HIV, человеческие, они как бы сидят внутри вот этой большой ветки последовательности SIV. SIV, она назвала Симе, обезьяне, вирус иммунодефицита. Это значит, что вот здесь вот был перенос вируса иммунодефицита из популяции шимпанзе в популяцию человека. И более того, это происходило не один раз. Вот здесь вот был еще один перенос, вот сюда. А здесь вот другой подтип вируса иммунодефицита, который называется ВИЧ-2, тоже был перенесен в популяцию человека, но не от шимпанзе, а от другой обезьяны, который называется по-русски дымчатый мегабель. И, в общем, примерно можно себе представить, как этот процесс происходил. Вот эта фотография из Африки, из, по-моему, из Кении, но во многих странах Центральной Африки, очень распространено кедание того, что называется «откутмикс», то есть мясо от более-менее каких угодно убитых животных, дичи. Ну вот, например, эта фотография рынка в Кении, где можно свободно себе купить свежую шимпанзе и его скушать. Ну и понятно, что проблема заключается в том, что когда мясник разделывает шимпанзе, можно себе представить, что его просто придет в контакт с тройкой шимпанзе и произойдет заражение. Наверное, что и в таком духе «когда-то и произошло». И мы можем представить себе примерно, когда это, точнее не примерно, а довольно точно можем понять, когда это произошло. Мы можем посмотреть на изменчивость современных пиантов и такими довольно хитрыми методами понять, что вот это самое событие переноса в человеческую линию произошло где-то в первой трети XX века. Я напомню, что ВИЧ был замечен и описан только в 80-е годы. Это значит, что вот эти вот 60 лет он, по-видимому, где-то существовал в Африке. Как-то там заражал людей в Африке. Возможно, там выметал с лица земли целые деревни, но просто не описывался европейскими учеными, поэтому в Европе оставался неизвестным. Сейчас мы можем узнать этот процесс еще больше у Китая. Например, мы можем узнать даже точно, где географически это произошло. Вот видите, здесь вот западная Африка, Камерун. И здесь вот разные пробы разных вирусов шимпанзе из разных мест. И мы можем наносить эти пробы на такое целогенетическое дерево и понять, в какой именно долине какой реки, скорее всего, произошел этот самый перенос. То, что я вам перед этим показывал, это вот эти вот деревья. Это эволюционные деревья, когда из каждого специалиста про нас только одна последовательность, не больше. А вот это тоже эволюционное дерево ВИЧ, только другое. Здесь вот, видите, разные цвета. Здесь 9 разных цветов. 9 разными цветами обозначены 9 разных пациентов. И все вот эти вот длинные веточки — это разные варианты вируса, взятые из одного пациента. Как видите, внутри одного пациента этот вирус тоже очень сильно изменяется, очень сильно мутируется, дает колоссальное разнообразие. Это именно то, из-за чего возникают такие огромные сложности с вакцинами. Вирус иммунодефицит — это, во-первых, вирус РНК. У него генетическая информация записана на РНК, а не на ДНК, как у нас с вами. И РНК мутирует гораздо быстрее, чем ДНК. РНК гораздо менее стабильная молекула, ее гораздо легче порушить. И из-за этого генетическая информация на ней гораздо сильнее и гораздо легче изменить. Из-за этого РНК мутирует примерно в 100-1000 раз быстрее, чем ДНК. Это первое, что позволяет вирусу так быстро эволюционировать. Второе — это то, что на него все время действует естественный отбор. Он все время изменяется, получает вот это вот разнообразие очень большое, которое он получает из-за своей высокой скорости мутирования, оказывается полезным с точки зрения естественного отбора. Все время получаются какие-то такие новые варианты, которые человеческая иммунная система не может распознать, не может угадать. И непрерывно происходят эти варианты, попав в человека, очень сильно распространяются. И, с другой стороны, геном человека тоже пытается угнаться, изменяясь за изменениями вируса. И получается такая вот непрерывно продолжающаяся гонка вооружений на генетическом уровне. Все время меняется генотип генотипы вирусов и вообще всяких других патогенов. И все время меняется наш собственный генотип, пытаясь к этим изменениям генотипы вируса приспособиться. Проблема в том, что, как я говорю, наш собственный геном может изменяться гораздо медленнее, чем геном вируса. Потому что мы мутируем гораздо медленнее, у нас геном гораздо больше, вся эта система гораздо более неповоротлива. И из-за этого в этой гонке вооружений вирус заметно имеет преимущество. Вот это еще одна картинка про эволюцию ВИЧ внутри пациента одного. Это два разных пациента. Один нарисован слева, второй нарисован справа. Здесь по горизонтальной, это вот такие эволюционные деревья, которые получаются внутри пациента. И вот здесь вот на этой картинке нарисована тоже по горизонтальной оси время, а по вертикальной оси разнообразие генотипов вирусов в нашем организме. И видно, что это разнообразие все время растет, 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 растет. То есть вирус все время мутирует, появляются все новые и новые, нового и нового вида вирусные частицы. И, в конце концов, наша иммунная система просто сдается, потому что она не может... Это как стрельба, она пытается стрелять по движущейся мишени, по непрерывно изменяющемуся объекту. Она не может узнать то, с чем ей приходится бороться. В конце концов, разнообразие вирусных частиц оказывается гораздо больше, чем то разнообразие, с которым эффективно может справиться наш адаптный иммунитет. И иммунная система сдается, так сказать. И это называется СПИД, условно говоря. Помните, в начале я показывал ген, который очень сильно отличается между человеком и шимпанзе? Это ген... А? HLA, совершенно верно. Этот ген, который связан с адаптивным иммунитетом. Дело этого не просто. Это такой белок, который как рука на поверхности клетки презентирует, так вот показывает кусочки белка внутри себя, изнутри клетки, которые вообще самые разные кусочки самых разных белков изнутри клетки. Ну и в частности, если клетка инфицирована, он показывает кусочки вирусных белков, и это помогает иммунной системе видеть этот белок, не узнает его как свой, и это помогает иммунной системе соответствующую клетку, во-первых, уничтожить, а во-вторых, те иммунные клетки, которые распознают этот белок, начинают размножаться, и получается иммунный ответ. Возникают те варианты, которые позволяют бороться именно с этими вирусными, которые нацелены именно на эти вирусные белки, и позволяют тем самым бороться именно с этими вирусными частицами. Но в вирусах бывают мутации, которые позволяют ему уменьшать способность вот этой вот руки, так сказать, его зацепить, его собственные белки, позволяют ему избегать связывания с вот этим самым человеком. Тогда вся эта система перестает работать. И оказывается, что разные варианты этого белка HLA у человека, разную защиту от разных вариантов вируса, как мы, собственно, и ждали в гонке в вооружении. То есть есть варианты, которые защищают лучше от тех штаммов, есть варианты, которые защищают лучше от других штаммов. И оказывается, что бывают люди, у которых есть, так сказать, мутантный вариант этого белка, которые, вообще говоря, исходно были хорошо тем самым защищены от ВИЧ. Это был такой мутантный вариант, от которого ВИЧ не мог убежать. То есть он хорошо продолжал сцепляться, эта рука продолжала хорошо захватывать соответствующие белки, хорошо их презентировать, и получался хороший иммунный ответ. Но смотрите, что происходит. Вот здесь вот по горизонтальной оси отложена частота как раз такой мутации, которая полезна человеку, в человеческой популяции. Разные точки — это разные человеческие популяции. Вот здесь вот Лондон, вот здесь вот Япония какая-то, вот здесь вот Оксфорд, какие-то британские популяции. И, как видите, в разных популяциях людей географических, мутация нашего иммунного гена, которая для нас хороша, с разной степенью распространена. Где-то она встречается в 2% людей, а где-то она встречается в 25% людей, например, в Японии. А теперь оказывается, что у вируса вирус тоже может получить мутацию, которая защищает его от такой эффективности нашей иммунной системы. То есть как если бы мы создали новый радар, который позволяет вирус видеть, а вирус создал бы новый стелс, который бы опять позволял уходить с поля зрения этого радара. Вот значит у вируса возникает снова мутация, которая позволяет нашу человеческую мутацию обмануть. И смотрите, что происходит. В тех популяциях, в которых высокая частота такой же человеческой мутации, в тех же самых популяциях высокая частота и той вирусной мутации, которая позволяет убежать. Помнишь, я говорил, что вирус в такой гонке вооружений часто оказывается более эффективным, чем мы. Просто потому, что он может мутировать быстрее, эволюционировать быстрее. Вот это нагарный пример. Процесс происходит во времени. Примерно 20 лет назад вот эта вот мутация HLA-B51 в Японии довольно неплохо защищала японцев от ВИЧ. Вот те 25% японцев, с которых она встречалась. А сейчас она защищает гораздо хуже, потому что большинство ВИЧ, которые есть в Японии, уже к ней устойчивы. Бывают ситуации не совсем надежные. Бывают варианты, которые ВИЧ все-таки обойти не удается. Варианты человеческого генома. Например, можно взять и просто... Бывает мутация, которая берет просто и вырезает кусок белка по клеточному рецептору, который ВИЧ использует для того, чтобы проникать внутрь клетки. Но, как говорится, против лома нет приема. Если этого куска нету, то тогда ВИЧ, значит, человека проникнуть не может. И тем самым человек становится иммунным к ВИЧ. Вот самая распространенная мутация, это такая CCR5-дельта-32, так называемая. Дельта-32, это значит, что у нас просто вырезано, что у человека носитель этого мутации просто вырезано 32 аминокислоты, которая как раз используется вирусом для проникновения внутрь клеток. И оказывается, что эта мутация довольно распространена, в частности, в Западной Европе. Вот здесь нарисовано, наверное, плохо видно, но здесь нарисовано ее распространение в Западной Европе. Вот, например, в Испании там примерно 10%, порядка 10% людей по всей Европе несут эту мутацию. Если она в гомозигосе, то она дает полную защиту от вируса. Если она в гетерозигосе, то она дает защиту частичную, но тоже неплохую. И сама по себе, в отсутствии ВИЧ, эта мутация, по-видимому, вредна. Потому что она портит наши иммунные клетки. Эти рецепторы, они для чего-то нужны, тоже для иммунного ответа. Они, если ВИЧ нет, то мутация вредна. И тогда встает вопрос, почему она так сильно распространена в Европе. Явно это не является ответом на эпидемию ВИЧ. По той причине, что эти мутации более старые, чем распространение ВИЧ по Европе. Они там были, по крайней мере, несколько веков. В течение долгого времени считалось, что эта мутация возникла в результате эпидемии чумы. Были данные из креточных культур, из которых получалось, что она дает защиту от бубонной чумы. И все думали, что это была черная смерть в 15 веке. И все думали, что эта мутация возникла в людях в ответ, точнее, распространилась в ответ на эту эпидемию, на эту черную смерть, на бубонную чуму. А недавно раскопали скелеты людей из бронзового века в Италии и в Германии, которым примерно 5000 лет. То есть это в 3000 год, примерно до нашей эры. И оказалось, что в них тоже эта мутация встречается. И примерно с той же самой частотой, с какой она встречается и сейчас. То есть, по-видимому, это был ответ не на какую-нибудь бубонную чуму, а просто такая мутация все время есть с какой-то низкой частотой человеческой популяции. Наверное, это был ответ на какую-нибудь еще более древнюю эпидемию. Но вообще, как я говорил, человечество все время находится под такой бомбардировкой все новых и новых вирусов и вирусных инфекций, все новых и новых вариантов патогенов. И иметь такую мутацию в запасе полезно. Что такое представление о вирусе, о инфлюционизированной системе, дает нам с точки зрения понимания, как с ним бороться. Например, мы можем понять о лекарственной устойчивости. Что мы делаем, когда набираем хорошую и эффективную действующую таблетку против какого-нибудь вируса. Фактически мы сами организуем естественный отбор, который предпочитает, дает преимущество тем вирусам, которые к этой таблетке нечувствительны. Каждый раз, когда мы, например, изобретаем новый антибиотик, мы даем преимущество тем бактериям, которые к этому антибиотику резистентны, устойчивы, нечувствительны. Мы меняем таблетки периодически, потому что вирус может повредить к этим таблеткам и выработать специальную диетику. Поэтому мы меняем таблетки. Харапат — это не совсем иммунитет. Это то, что вирус вырабатывает, как раз изменение своего собственного генома, изменение своей собственной генетической информации. Он может мутировать и адаптироваться к тем таблеткам, к которым мы с ними пытаемся бороться. Ну и что здесь можно сделать? Ну, вот классическая картина. Вот если есть пациент, который заражен каким-то вирусом, есть здесь много точек, которые соответствуют вирусным частицам, он принимает какую-то таблетку, и после этого у него остаются в результате только те вирусные частицы в его организме, которые устойчивы к этой таблетке. И этот вот штамм, который устойчив к этому лекарству 1, он будет размножаться, и в результате нам будет плохо, как нам было вначале. Таблетка будет неэффективной. Что тут можно сделать? Эффективно использовать коктейли разных препаратов. Либо коктейли разных антибиотиков, либо коктейли разных антивирусов, препаратов для борьбы с вирусами. Антибиотики – это то, что мы используем для борьбы с бактерией. Вирусами и антибиотиками не борются. Почему? Если мы используем сразу три разных препарата, ну, скорее всего, с большой вероятностью, просто может не возникнуть такой вирусной частицы в нашем организме, которая была бы устойчива сразу ко всем трем этим препаратам. Потому что устойчивость каждого из этих препаратов там чего-то стоит, и такой просто частицы не найдется. Если мы используем коктейль препаратов массированных разнообразных, то тогда мы всю популяцию вирусов из своего организма вычищаем. И это ровно то, как сейчас люди пытаются бороться с ВИЧ, и это именно то, каким образом сейчас удается поддерживать людей ВИЧ-инфицированных, вполне жизнеспособными, и с тем, без симптомов в течение многих десятилетий. Люди с ВИЧ сейчас могут жить десятилетиями. Что еще можно, в принципе, пытаться сделать? Ну, если у нас уже произошло, мы уже сделали вот эту, так сказать, ошибку, мы уже принимали этот лекарственный препарат, и у нас возникла большая концентрация устойчивого вируса, мы можем прекратить принимать этот препарат. Тогда у нас вирус, так сказать, дикого типа, то есть исходный вирус, вытеснит устойчивый вирус, а после этого мы можем опять использовать сильную дозу этого самого исходного препарата, чтобы общий вирусный груз снизить. Это как бы такой способ для бедных, когда у нас есть только один единственный препарат в запасе. К сожалению, именно в ситуации с ВИЧ, вот это соображение про коктейли антибиотиков не очень хорошо работает, потому что у ВИЧ есть такая вещь, которая называется рекомбинация. Разные вирусные частицы, заразившие одну и ту же клетку, могут обмениваться кусками своего генотипа. И в результате, если одна вирусная частица устойчива к одному лекарству, вторая устойчива к другому, они, попав в одну клетку, могут обменяться частями гидритического материала, и при этом возникнет клетка, которая устойчива и к тому, и к другому. Это такие рекомбинантные вирусы, это очень большая проблема. И у ВИЧ, и у гриппа, как я потом расскажу. Есть такая идея еще о борьбе с ВИЧ, что можно пытаться бороться с вирусом его же собственным оружием. Вирус, как я говорил, настолько эволюционно устойчив, из-за того, что он очень быстро мутирует. При этом, естественно, большинство мутаций, которые происходят в вирусе, они для вируса вредны. Потому что вообще большинство мутаций в любом живом организме, они вредны. Если вы возьмете телевизор и бросите в него сапогом, то, как правило, от этого телевизор начнет работать немножко хуже. Тогда он продолжит работать так же, как он работал до этого. И редко-редко он начнет работать лучше. Как правило, большинство мутаций точно так же. Мы в наш геном вносим случайные изменения, и большинство случайных изменений будут вредны. Редко-редко будут случайные изменения полезны. Но каким образом возможна эволюция? Тем образом, что именно эти полезные изменения подхватываются естественным отбором. Точно так же большинство мутаций в вирусе вредны. И поскольку скорость мутирования у вируса такая огромная, он все время получает колоссальное количество мутаций вредных для него. Каждая вирусная частица производит свое, так сказать, потомство. Примерно половина этого потомства полностью не жизнеспособна. Из-за новых мутаций, которые возникают. Но поскольку вирус реплицируется с такой огромной скоростью, быстро размножается, то ему все равно. Оставшаяся половина потомства выживает и размножается. Ну и не страшно. Но есть идея следующая. Нельзя ли нам каким-нибудь образом попробовать, наоборот, еще сильнее увеличить скорость мутирования вируса? Тогда может произойти то, что называется катастрофа ошибок. Если подавляющее большинство потомков вируса будут неженеспособны, можно показать математически, что такая популяция будет обречена. Когда вирус вымерет. Если у нас вот эта скорость мутации, и вот это качество потомков, которое у нас получается, если у нас мы сместим скорость мутации вот так вот направо, потомки в основном окажутся неженеспособными, вирус вымерет. Не можем ли мы как-нибудь повысить еще сильнее скорость мутации вируса, борясь с ним его собственным оружием? Но оказывается, есть препараты медицинские, которые делают примерное. Это вот препарат, который называется риповелин. Вот это вот его химическая формула. На что это похоже? Кто знает химические формулы, представляете, на что вот это не может быть? Молекул. На что? На соединение молекул. На соединение молекул. Но конкретнее. Та вот часть молекулы, которая внизу, похожа на молекулу, которая в ДНК. Да, и та, которая вверху тоже похожа. Но вы правы, то есть все вместе похоже на нуляхе, на составную часть ДНК. В зависимости от повторов, вот эта штуковина, это не аденозин или гуаназин, но в зависимости от того, как я ее повернусь, она не микрирует под аденозин или гуаназин. Она похожа. И когда реплицируется РНК вирусная, то, окей, когда происходит процесс вирусной репликации, то вот эта штуковина может вставляться вместо аденозинов или гуаназинов. Хорошо спариваться, соответственно, с аденозином или с урациалом. Но потом, конечно, не функционировать никаким образом в этом геноме не будет. То есть мы, принимая этот препарат, специально подсовываем вирусу неправильные нуклеотиды, которые он будет вставлять вместо правильных. И можно сказать, что увеличиваем скорость его нутогенеза. И, в принципе, это неплохо работает, к сожалению, не на ВИЧ, это причина, но для борьбы с гепатитом, например, это эффективное средство. Природа додумалась до этого способа раньше, чем мы. У нас есть такой вилок в нашем организме, который называется АПОБЕК. В частности, вот вилок, который называется АПОБЕК-3G, он занимается следующим. Он в вирусной последовательности убирает вот этот самый алининную группу, вот здесь вот заменяет ее заодно кислород, и в результате получается вместо одного нуклеотина другой, из-за один, а получается уроцит. У нас вот такая вот последовательность заменяется на вот такую последовательность. То есть все время, опять же, то же самое, он сажает как бы большое количество мутаций вирусную РНК. Когда отпочковывается новая вирусная частица, в эту вирусную частицу попадает и некоторое количество вот этого самого белка. И когда эта вирусная частица потом в следующей клетке пытается, вирусный геном пытается встроиться в геном человеческий, то тогда этот белок устраивает такой сильный мутогенез, и в результате случается очень много мутаций, и вирусная частица становится неженеспособной. Ну и вирус тоже сфолиционировал в ответ на это. У него есть другой свой собственный белок, который называется ВИФ, который блокирует попадание вот этих частиц опобега 3G не дает им попадать в новую пачкующуюся вирусную частицу. То есть все время происходит на разных уровнях непрерывная гонка вооружений человеческим геномом и вирусным. Давайте я совсем коротко скажу про то, что некоторые вирусы так сказать решили в кавычках, что они не хотят испытывать всю эту мороку с созданием своих собственных вирусных частиц, с пачковыванием, передачей между организмами, и неплохо живется внутри одного и того же генома. Они могут жить в геноме и вместе с ним размножаться, передаваясь так сказать вертикально от родителей к потоку. Такие вирусы называются мобильные элементы или эгоистичная ДНК или тезбазоны. Баруа Маклинта, которая получила за их открытие Нобелевскую премию в 83-м году, они бывают самых разных видов, но общая идея такая, что действительно у нас есть некоторая последовательность ДНК, которая копируется, получается такой подвижный так называемый трансплазон, который может вставиться в новое место. При этом это может происходить по механизму копирования вставка, то есть предыдущая копия также сохранится в геноме, как если вы на компьютере нажимаете Ctrl-C, Ctrl-V, вы копируете последовательность. А может происходить по механизму вырезания вставка. Вы можете эту последовательность вырезать, если бы вы нажали Ctrl-X, а потом Ctrl-V, и ставить ее в новое место геномный ДНК. Какой самый минимальный состав генома нам необходим вирусного, для того, чтобы такую операцию осуществлять. Нам нужно, чтобы этот участок эгоистичный кодировал всего-навсего две вещи. Он кодировал бы, чтобы хромотор, для того, чтобы последовательность РНК с него считывалась, и чтобы он кодировал еще реверотранскриптазу, пелок, который необходим для того, чтобы считывать последовательность РНК в последовательность ДНК и вставлять ее в другое место генома. И таких действительно еще нужно интеграться, для того, чтобы зарезать ДНК в новом месте и туда-встой. Есть действительно таких систем, трансфазонов в нашем геноме довольно много. А есть трансфазоны, которые решили, что они даже и этой мороки не хотят, они свою жизнь упростили до предела. У них есть только промотор, только последователь промотор, и они используют вот эту вот машинерию, вот эти вот белки других трансфазонов, для того, чтобы себя самих вставлять в новые места генома. И оказывается, что вот такая эволюционная стратегия вырожденная, то есть они практически дают курсы, которые мало того, что разучились двигаться самостоятельно, они еще процитируют у других вирусов, находящихся в нашем геноме, кроме того, что они процитируют на нас. Оказалось, что эта стратегия ужасно выгодная. Наш геном примерно на 15, если я не ошибаюсь, процентов состоит именно из таких вот вирусных последователей. Вот все думают, что 3,5 миллиарда нуклеотитов нашего генома, наверное, там записано очень много всего хорошего, очень много важного. Вот по крайней мере, 15% из этого это такая вот эгоистичная ДНК, которая нам совершенно ничего не полезна. Она нужна только для того, чтобы сама размножаться. И это выгодно только для нее, для нас это совершенно не выгодно, наоборот, для нас это, как правило, вредно, потому что такие трансплазоны, перепрыгивающие по всему нашему геному, могут время от времени вставляться в работающие гены и эти гены в результате такой ставки ломать. И это бывает очень неприятно. Когда эти вирусные последовательности, такие мобильные элементы последовательности генетичной ДНК перескакивают в новое место в ДНК, они могут мутировать, получать новые мутации. И эти мутации могут их ломать, их способность перепрыгивать в новые места. И тогда у нас оказывается копия мобильного элемента, которая ставилась в новое место генома, после этого она дальше оказываться не может. Она уже ничего не может делать, кроме того, как накапливают все новые мутации под непрерывным идущим мутационным дождем. В нашей ДНК все время происходят все новые мутации. Она будет эти мутации копить и постепенно становиться все менее похожее на мобильный элемент. Но в течение некоторого времени мы еще сможем узнать, анализируя последовательности генома, что здесь когда-то копия транспозона была. И если посмотреть внимательно, то оказывается, что примерно 70% нашего генома составляют копии транспозонов, которые в какие-то места припрыгали и после этого сдохли. То есть, если угодно, можно про наш геном думать как про кладбище мобильных элементов. Примерно на 70% наш геном это такое огромное кладбище нефункционирующих последовательности транспозонов. И, поверьте, то, что в человеческом геноме эти транспозоны размножаются очень интенсивно, это одна из причин того, что у нас геном такой большой. Так, давайте я расскажу немножко про гриф. Вот эта вот картинка, похожая на ту, которую мы рисовали с вами раньше, это эволюционное дерево ВИЧ для одного пациента. А вот это эволюционное дерево вируса грифа для всего человечества. И точно так же, как ВИЧ проблема эволюционная, точно так же и гриф проблема эволюционная. Если бы не эволюция, то от ВИЧ мы бы выздоравливали в течение недели, сколько наша иммунная система с ним бы отлично справлялась. Точно так же, если бы не эволюционный процесс, мы бы гриппом болели один раз в жизни. Потому что иммунитет к гриппу он пожизненный. Наша иммунная система, клетки памяти иммунная, которые у нас есть, они не забывают про то, что мы болели вирусом гриппа и позволяют нам с ним бороться, когда мы не заразили, даже десятилетия спустя. Проблема в том, что мы каждый год заражаемся все новыми и новыми штаммами вируса гриппа, новыми вариантами. потому что вирус эволюционирует. Из-за этого многие из нас болеют гриппом не раз в жизни, а каждый год. И вот это то, как люди сейчас думают, устроен этот процесс. Как известно, эпидемия гриппа сезонная. В северном полушарии мы болеем зимой, в южном полушарии люди болеют тоже их зимой, которая приходится на наше лето. На самом деле, совсем интересный вопрос, почему так бывает. Это совершенно не очевидно. Казалось бы, и это очевидно, потому что зимой холодно, а летом тепло. Почему пики эпидемии гриппа приходится на зиму? На самом деле, скорее дело не в этом, скорее дело в том, что зимой люди гораздо более скучны, они гораздо больше сосредоточены в одном пространстве. Зимой функционируют школы, люди меньше времени проводятся на открытом воздухе и так далее. И дело не в самой по себе температуре, а в том, что вирусу зимой гораздо легче передаваться. Вот, например, между нами всеми здесь. И вот так вот выглядит еще раз в разлухом виде это самое эволюционное дерево. И можно прямо смотреть, что вот эти вот последовательности в эпидемический сезон, например, 1994-1995 года ходили вот такие последовательности. 1995-1996 ходили вот такие последовательности. 1996-1997 вот такие. И если внимательно присмотреться, то оказывается, что каждый год, каждый сезон зимний существует только небольшое количество последовательностей, которые дадут все разнообразие вируса на следующий год. То есть, вот сейчас вот у нас входит много разных вариантов нашей человеческой популяции штамма вируса гриппа, но только некоторые, немногие из них дадут разнообразие вируса на следующий год. И от вируса мы умеем делать вакцину. Довольно неплохую. Проблема с этой вакциной заключается в том, что мы опять, как иммунная система, мы не можем сразу вакцинироваться от всего-всего на свете. От всех этих разнообразных вариантов, которые, например, в 3-4 год здесь уходили. Нам нужно в состав вакцины включаются три штамма. Вакцина от грипп называется тривалентная. И обычно это три далекие довольно штамма. То есть, вот, например, из этого гриппа по типу H3N2 нам нужно угадать точно, какой именно штамм включать в состав вакцины заранее. Почему заранее? Потому что технологический процесс приготовления вакцины занимает примерно 6 месяцев. Сейчас вот начался март и ровно сейчас встречаются ученые во Всемирной Организации Здравоохранения и решают, какой штамм закладывает в состав вакцины, которая будет использоваться на следующий эпидемический сезон в Северном полушарии. То есть, которая будет использоваться здесь вот осенью. Они сейчас что-то решат. В течение всего лета вакцина будет изготовляться и, значит, осенью будет с вами доступна прививка и можно будет прививаться от гриппа. И, значит, надо заранее угадать, какой из ныне живущих штаммов даст разнообразие вируса в следующем году. Задача ужасно интересная, не до конца решенная. Время от времени Семирная Организация Здравоохранения промахивается. Они рекомендуют не ту вакцину для включения, не тот штамм для включения вакцину, который, на самом деле, даст следующую эпидемию. Вот соответствующая картинка. Вот это разные годы. NH это северное полушарие, SH это южное, это значит, пандемия в северном и южном полушарии. Вот это та вакцина, разными цветами обозначена, та вакцина, которая рекомендована Организация Здравоохранения. А вот это тот штамм, который был наиболее распространен в этот год. И видите, что вот здесь вот еще, например, в 99-м году ВОЗ рекомендовал еще такую синенькую вакцину, а штамм, который ходил, уже был такой вот красный. То есть время от времени они промахиваются. Примерно в 25% кучи вакцина, которую рекомендовал ВОЗ, подобрана неоптимально. Это не значит, что не надо прививаться от гриппа. Все равно настоятельно рекомендую всем каждую осень от гриппа прививаться. Во-первых, в 75% случаев вы будете защищены очень хорошо. И скорее всего в этот год вы гриппом не заболеете и от всех его побочных эффектов неприятных будете избавлены. Во-вторых, даже если ВОЗ промахнулась, то все равно есть некий прикрестный так называемый иммунитет. Если даже не совсем точно мы попали в ту вакцину, в тот штамм, который будет ходить, все равно скорее всего такая защита лучше, чем никакой. Но тем не менее, как ясно, здесь есть место для улучшения. Можно пытаться создавать лучшие вакцины. И как-то важное направление в этой науке это научиться предсказывать заранее эволюцию вируса гриппа. И это на самом деле то, что умеют люди очень плохо делать, но это в частности то, чем занимаемся немножко мы у меня в лаборатории. Сергей Крежимский, который сейчас в Америке, с которым мы здесь в этом смысле сотрудничаем. Это работа, которую делал в основном он, где мы изучали ровно этот вопрос. Есть ли какие-то свойства эволюции вируса гриппа, которые повторяются снова и снова, есть ли какие-то свойства, которые предсказуемы. И в общем, какие-то элементы предсказуемости действительно наблюдаются. Вообще, это вопрос, который будет решать уже, наверное, в течение ближайших нескольких десятилетий будет решать возможно ваше поколение. Кроме такой вот постепенной эволюции вируса, время от времени возникают совершенно новые штаммы, как я говорил, птичий грипп, свиной грипп. В человеческой конкурации это называется новые подтипы гриппа А. Вот здесь на горизонтальной оси разные годы. В 1918 году возник знаменитый грипп, который назывался Испанка. Была совершенно смертоносная эпидемия, унесла много десятков миллионов жизней, причем людей совсем не только пожилых, а и молодых. Она разносилась как раз год завершения Первой мировой войны, и солдаты, которые возвращались домой в свои страны, откуда они приехали, были таким большим фактором, который приводил к тому, что этот грипп очень быстро распространялся. Это была очень смертоносная эпидемия в 1918 году. Дальше было несколько больших эпидемий, как и каждая из которых давала начало новому штамму вируса, циркулирующему снова циркулирующему в человеческой популяции. В первый год или в первые несколько лет после возникновения нового потипа обычно этот потип очень неприятен, очень патогенен, очень вирулентен, быстро обходит человечеству и уносит много жизней. Дальше у человечества появляется у всех людей вместе получается какой-то общий статный. Этот иммунитет дает человечеству как популяции какую-то защиту. Но очень интересно что у нас дальше. Сейчас у нас циркулируют два основных потипа H3O H1O H1O Очень интересно что у нас возникнет дальше. Пару лет назад была знаменитая эпидемия свиного гриба. Этот гриб имел очень сложную структуру. Он произошел из многих разных. На самом деле он был совсем не только свиной, он произошел из некоторых генов из него пришли от другого человеческого гриппа. Некоторые из свиней, а некоторые из птиц. И такой очень сильно рекомбинантный перемешанный генетический материал оказался достаточно успешным распространением человеческой популяции. Все его очень боялись, когда стало понятно с какой интенсивностью огромное распространяется. Слава Богу оказалось, что он не очень сильно патогенен. В смысле, что симптомы болезни гриппа, которые он приносит собой, похожи на симптомы обычного гриппа. И в общем смертность от него не сильно выше. И сейчас действительно H1O в человечестве распространился, но в общем это и не очень страшно. Но интересный вопрос, что будет дальше. самый вызывающий наибольшее опасение штамм гриппа это так называемый птичий грипп штамма H5N1. Почему он вызывает наибольшее опасение? Потому что этот вирус время от времени переносится в людей. Как правило, это люди, работающие на каких-нибудь птицахермах, которые заражаются напрямую от птиц. И заражающиеся этим вирусом с достаточно высокой вероятностью погибают. Смертность его по плохим по печальным оценкам составляет примерно 70%. На самом деле наверное она меньше, но все равно понятно, что она очень высокая и гораздо выше, чем от обычного гриппа. Но пока что этот вирус еще не научился передаваться в человеческой популяции. Все случаи заражения это заражение напрямую от птиц. Понятно, что если этот вирус станет передаваться от людей к людям и при этом сохранить такой же высокий уровень смертности, это будет очень страшная эпидемия. Может ли этот вирус так сэволюционировать, что научиться передаваться человеку к человеку? Было много теоретических дискуссий на эту тему, пока не решили проверить этот вопрос экспериментально. Рон Сушье и Остерхаус, его ученые из Голландии, несколько месяцев назад поставили следующий эксперимент. Они пассировали этот вирус, передавали в хорьках, специально как создавая естественный отбор на то, что отбирают те частицы вируса, которые смогли бы передаваться в млекопитающих. Хорьки, это, конечно, не люди, но они больше похожи на людей, чем на птиц. То есть это млекопитающие. Если вирусные частицы смогут передаваться в хорьках, возможно, они в людях тоже смогут передаваться. И этот эксперимент вичах сказать успехом. Действительно получили вирусную частицу на основе птичьего гриппа, которая в хорьках интенсивно передавалась. И дальше было много интересных вопросов с этим связанных. Люди спрашивали, вообще, насколько этично было ставить с того, как эти эксперименты были поставлены, люди спрашивали, стоит ли эти последовательности генетические публиковать в журнал. Потому что, как ясно, сразу же, после того, как этот вирус с новыми свойствами был получен, сразу его генетическая последовательность, ну, они же, собственно, его отсегминировали и его геном узнали. И стандартная практика, что, когда вы отсегминируете новый геном, вы его выкладываете в открытую базу данных интернет, значит, любой может зайти туда, скачать этот геном и что угодно с ним делать. Но здесь вопрос немножко другой, потому что, возможно, этот вирус ужасно спиртоносный. Стоит ли его выкладывать в интернет в открытый доступ, где его могут увидеть какие-нибудь биотеррористы, или просто кто-нибудь сможет его синтезировать, совсем несложно, ошибки или поздно-позломы намерения выпустить в среду. Вот вопрос долго интенсивно обсуждался. В конце концов, все-таки было решено эти геномы опубликовать, и сейчас все генетические последовательности опубликованы и лежат в открытом доступе. решающим аргументом... Ну, там было несколько аргументов. В общем, время показывает, насколько это было правильным решением, но решающим аргументом было то, что все равно бы уже после того, как было известно, что этот эксперимент можно сделать, кто угодно более-менее мог бы его повторить. Так что уже само знание, что это можно получить, значит, никаких биотеррористам потенциальным все равно бы дало бы возможность его повторить при желании и при наличии некоторого не очень большого финансирования. И все равно здесь защиты бы никакой не было. А так, когда этот геном находится в открытом доступе, мы можем исследовать его и придумывать, как нам защититься. И оказалось, в нем есть всего-навсего пять мутаций, которые отличают этот птичий гриб от того птичьего гриба, который сейчас ходит в обычных птицах. Эти пять мутаций, которые дают ему возможность передаваться в млекопитающих. Эти мутаций очень мало. После более внимательного рассмотрения оказалось, что две из этих мутаций уже встречаются с низкими частотами в разных птицах. То есть, осталось получить всего-навсего три дополнительные мутации. То, что это число такое совсем маленькое, меня скорее обнадеживает. Потому что это значит, что, скорее всего, три мутации уже бы произошли. То есть, скорее всего, такой бы вариант уже возник. То, что мы до сих пор не слышали про полосальную эпидемию птичьего гриба в птицах, означает либо то, что этот вирус, который может успешно передаваться в хорьках все-таки между людьми не передается, либо, что когда он научается передаваться между людьми, он становится гораздо менее опасным. Я думаю, на самом деле, что дело в этом. Потому что некоторый выбор у этого вируса, либо он... Если вирус... Есть мнение, которому я придерживаюсь, что вирус, который может эффективно распространяться между людьми, будет менее смертоносен, чем тот вирус, который просто эпизодически попадает в человеческую популяцию от птиц. Давайте я расскажу про устойчивость к антибиотикам. Чуть менее апокалиптическая, хотя тоже апокалиптическая такая история. Пенициллин открыт был в 1929 году. В 1940-е годы он начали клинически использовать. И уже через 10 лет начали распространяться штаммы бактерий, которые были к пенициллину устойчивы. Ровно тот же самый механизм, про который мы говорим сегодня весь день. Когда мы начинаем использовать пенициллин все более и более интенсивно, мы сами отбираем те бактерии, которые к нему устойчивы. Конечно, эти бактерии устойчивые распространяются. Вот это два других антибиотика, метициллин и ланкомицин, это по горизонтальной оси время, а по вертикальной оси доля инфекции в американских больницах, которая устойчивая к соответствующему антибиотику. Видите, что она достаточно стремительно растет. И таких картинок можно получить по разным антибиотикам, по разным заболеваниям очень много и все время на слуху, что все новые и новые болезни становятся устойчивыми к антибиотикам. На самом деле, эта проблема колоссальная, потому что все ужасно боятся возвращения к 30-м годам, когда человек мог умереть от любого пореза, потому что антибиотиков не было. Если у нас антибиотики, которые есть в нашем распоряжении, полностью перестанут работать, то все равно в той же самой ситуации. Вот еще один пример, как по Земле распространялся малярийный трансов плазмодий и устойчивый хлоракин. Хлоракин это чудо-таблетка, которую считали, что она у всех навсегда вылечена от малярии в 50-х годах. В 57-м уже в Юго-Восточной Азии, независимо от 59-м, в Америке он начал распространяться штаммы малярийного плазмодия, которые к этому были устойчивые, сливать они ходили на этот хлоракин, по Азии и после этого по Африке. Все это достаточно быстро на масштабах десятилетий распространилось. Вот это разные таблетки, которые разные средства, которыми пытались бороться с малярией и, как видно, эффективность всех их с той или иной скоростью, но неизменно падает со временем. А что мы можем этому противопоставить? Можем ли? Ну, вообще, человечество изобретает новые антибиотики, да? Может быть, мы все время будем изобретать новые антибиотики и тот факт, что бактерии будут становиться устойчивыми к старым, это не проблема. Вот это число новых антибиотиков, которые выведены на рынок каждый год, за каждые 4 года. Вот это с 83-го по 87-й и так далее, это с 2003-го по 2007-й. Видно, что оно неизменно падает. Тому есть несколько причин. Создавать антибиотики очень дорого, невыгодно и, в общем, здесь такая картина тоже довольно пессимистическая. По-видимому, с такой скоростью создавать новые антибиотики, с какой бактерии приобретают устойчивость, не будет получаться. Ну, а кроме того, человечество делает все, что оно может для того, чтобы еще эту эффективность антибиотиков дополнительно снизить. Например, вот это антибактериальное мыло, которое люди используют, совершенно не по делу. Оно в данном случае содержит триклозан. Тиклозану вроде никакой устойчивости пока что не зафиксировано, просто антибактериальное мыло довольно бессмысленно, как показывают все клинические испытания. Но, например, в Соединенных Штатах Америки антибиотиков формят скот профилактическим образом. И в результате такие вот гигантские животноводческие хозяйства являются гигантскими одновременно фабриками по производству штаммов бактерий устойчивых к соответствующим антибиотикам. А, например, в России, а также в Китае антибиотики продаются в аптеке без рецепта. Что тоже очень плохо, потому что бабушка, которая простудилась или даже не бабушка, первым делом идет в аптеку и просит ей дать антибиотик, хотя антибиотики от вирусных инфекций, к числе которых относятся почти все простуды и грипп совершенно бессмысленны, но тем не менее бабушка это принимает и довольна. А в результате, конечно, штаммы бактерий становятся к антибиотическим резистентными все сильнее и сильнее. Про рак я не успел рассказать. Давайте я скажу несколько заключительных слов. Высокая патогенность получается тогда, когда патогены перескакивают в другой вид. В случае с атибичной певмонии, с атибич и так далее. Может быть, мы никогда не сможем создать вакцину от ВИЧ, потому что он настолько быстро революционит. Вормеси сможем. В принципе, какие-то намеки на узких есть. Примерно три года назад, в 2009 году, была полууспешная попытка это сделать, завершилась. Была создана вакцина, которая дала, сдавала защиту, статистически значимую, но чуть-чуть на грани статистической значимости, на 30% она уменьшала вероятность зародиться ВИЧ. Лучше, чем ничего, но слишком мало. Здесь надо пытаться бороться. ВИЧ и гриб заведомо будут становиться все более и более устойчивыми к противовирусным препаратам, точно так же, как бактерии будут становиться устойчивыми к антибиотикам. Что с этим делать? Использовать коктейли антибиотиков и противовирусных препаратов и вообще в тех ситуациях, когда это действительно нужно, и минимизировать использование антибиотиков и противовирусных препаратов, когда это не очень нужно. Ну и вообще, я думаю, что я вам рассказал про то, что эволюция это вопрос совершенно не теоретический, а эволюция это вопрос, который имеет самое прямое отношение к выживанию человечества в самой краткосрочной перспективе.